Здарова всем подозреваемым и с вами как всегда Саня Слоун и сегодня в этом видео мы подведем итоги на розыгрыш 20 золотых пропусков. Время настало ребята сделать это, потому что прошла уже ровно неделя. Ну и конечно же это не основная тема этого видео. Дорогие друзья, я хотел бы рассказать вам о новом игровом режиме, который разработчики должны уже вот-вот добавить к нам в игру. А также про новые карты, ну и в общем-то объяснить в принципе, как это все будет работать и что ждет нашу игру в будущем. И на все это у меня есть определенные причины и конечно же факты. Ну а ты не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а мы начинаем изучать ребята все то, что нам известно на сегодняшний день. В общем поехали. Давайте сразу ребята начнем с того, что у нас в игре скоро должен появиться новый игровой режим и я уже давным-давно вам о нем рассказывал. Разработчики лично написали сообщение о том, что скоро в нашей игре появится новый игровой режим, который будет похож на классический, но с дополнением каких-то определенных ролей. Также есть небольшой слив о том, что команда режим тоже будет немножечко изменен, но как конкретно непонятно. Просто появилась новая иконка новой команды. Возможно это будет пятая команда, возможно наши лобби расширят на 15 или 20 игроков. И тут сразу же возникает вопрос, а что это такое и с чем это может быть связано? Почему лобби могут расширить на 15 или 20 игроков? И у меня есть небольшое предположение. И оно касается новой карты. Но перед тем, как мы подойдем к новой карте, напишите в комментариях, как вы думаете, что за новый режим разработчики добавят уже через одно или два обновления. Они так и написали прямым текстом, через одно или два обновления у нас уже появится новый игровой режим. Я практически уверен, что это будет что-то имбовое. Ну как минимум разнообразие точно нам не помешает. Давненько мы ждем какой-нибудь новый игровой режим. Так вот ребята, по поводу расширения нашего игрового лобби от 15 до 20 игроков. Почему и с чем это связано? Почему разработчики решили вот таким вот образом расширить наше игровое лобби? Что могло на это повлиять? И я думаю, что многие из вас уже догадались и многие из вас уже бегут писать в комментариях про новую карту. Да, ребята, новая карта должна быть невероятно огромная. И судя по всему, именно по этой причине разработчики планируют расширить наше лобби от 15 до 20 игроков. Помните, перед тем, как выходил зоопарк, мы строили теории, мы знали, что выйдет зоопарк. Те из вас, кто подписан на мой канал уже давно, знают, что я угадываю практически все будущие обновления. Конечно, не всегда они выходят именно тогда, когда мы с вами планируем, потому что появляются какие-то неотложные дела у разрабов. Но в любом случае, все это потихоньку наверстывается и появляется уже позже, позже, позже. Но все равно все это подтверждается. И как раз таки перед тем, как выходила третья карта зоопарк, ребята, мы с вами уже знали, что эта карта будет очень большая. И у нас были предположения по поводу того, что разработчики расширят наше игровое лобби именно на этой карте от 15 до 20 игроков. И это было реально официально подтверждено, у них было в планах расширение нашего игрового лобби. Но по итогу этого не случилось, и мы максимум, что имеем в определенных режимах, это 12 игроков. Но если у нас есть 12, почему бы нам не сделать еще и 15 или 20? И кстати, карта зоопарк очень бы подошла бы на 15 игроков, потому что она реально большая. Сыщика понерфили, да, в будущем обновлении он уже не сможет просматривать всю карту. И 15 игроков это был бы настоящий баланс на карте зоопарк. Ну серьезно, напиши в комментариях, если ты согласен с этим или нет. Просто, как мне кажется, 15 игроков на карте зоопарк это самое то, что нужно. А теперь предположения по поводу новой карты. Первое, это парк аттракционов. Очень много слуха входит о том, что будет парк аттракционов. Или аквапарк, что-то вот в этом роде. Также может быть какая-то заброшенная тюрьма, либо заброшенный какой-то склад мистера Козлоу. Как вариант тоже может быть. Ну или самый топовый вариант, это замок, на который отсылали нас разработчики Зубы уже несколько раз. Этот замок был показан в анимациях Зубы, но прикол в том, что этого замка в самой Зубе нет. Но как мы знаем, у нас вышла игра Соспектс. И все те коллаборации, которые делала Зуба в своих анимациях, естественно связаны с нашими подозреваемыми. Потому что игра подозреваемых, она не вышла 21 апреля, ее не создали 21 апреля. Она планировалась за год или за два, до того, как ее выпустят вообще в бета-тест. Были специальные сотрудники, была специальная команда, которая продумывала сюжет этой игры. Продумывали все обновления наперед. Делали специально наперед новые карты, новые режимы и новых персонажей. Чтоб вы понимали, игровые кампании не работают спонтанно. У них всегда есть определенный план. Иногда этот план может замедлиться, иногда даже ускориться. Но этот план в любом случае, когда-нибудь приходит к своей итоговой цели. Если, конечно же, кампания не разоряется к этому моменту. И то, что мы видим, ребята, по итогу в нашей игре про подозреваемых. Она стартанула очень хорошо. Набирала активность очень быстро. И обновления выходили очень быстро. Если вы помните, ребята, весь 2021 год у нас обновления были практически каждую неделю две. Потому что у разработчиков была мотивация, так как игра приносила нормально прибыли. И у них были нормальные инвестиции для того, чтобы вложить их обратно в игру. Для того, чтобы развивать ее. Но к концу 2021 года и к началу 2022 игра немножечко просела в своей активности. Ну и, соответственно, в донатах. Ну и плюс вот эти вот новые санкции, которые накинуты сейчас на всю игровую индустрию для жителей России, еще больше повлияли на обновления в нашей игре. Поэтому разработчики пытаются что-то сделать. Они, конечно же, получают какой-то доход. Но обновления, конечно же, замедлились. Но я знаю, ребята, что у нас в запасе есть еще как минимум три карты, которые должны появиться в нашей игре. Я знаю, ребята, что у нас есть обычный персонаж, который тоже должен появиться. И, предположительно, этот обычный персонаж, ребята, это Саламандра Лиззи. Ну или в комментариях кто-то напишет, что это Аксолотль. В любом случае, в описании и характеристики персонажа Лиззи написано, что это Саламандра. Поэтому я так ее и называю. Но факт остается фактом. У нас есть этот бесплатный обычный персонаж, который будет доступен каждому игроку абсолютно бесплатно. Нам единственное, что осталось, это всего лишь подождать. Как вы понимаете, даже бесплатных персонажей разработчики не могут просто так ввести в игру, если они не получают определенную прибыль в свою казну компании. Поэтому нам, опять же таки, приходится только ждать, когда же это произойдет. А теперь, ребята, по поводу нового персонажа Рави, Павлина, да, который прибыл к нам в особняк совершенно недавно. Так вот, в его описании написано, что он когда-то был каскадером, но после того, как он закончил свою карьеру каскадером, мистер Козволл поддержал его для того, чтобы он стал сценаристом и режиссером какого-то фильма в особняке. И, ребята, ну это же прямым текстом просто нам намекают на то, что все то, что происходит в особняке, это чистой воды постанова. Мы с вами делали уже несколько видео по поводу сюжетной линии про подозреваемых. И мы с вами гадали всегда и смотрели не туда, куда пропал мистер Козволл, почему его украли, почему его похитили, жив он в конце концов или нет. И в итоге вот сейчас, ребята, когда вышла карта зоопарк, мы обратили внимание на все детали, которые там были показаны. И мы с вами поняли, что все то, что происходит на карте зоопарк, все эти постеры, все эти фотографии, картинки, следы и так далее, все это указывает на то, что мистер Козволл никогда не был на войне. И мало того, его никто никогда не похищал. Потому что все эти снимки и все эти косвенные улики показывают нам только то, что все это хорошо спланированная постанова, но только единственный вопрос остается, зачем? Зачем мистеру Козволлу понадобилось делать эту постанову и вводить и обманывать всех своих друзей? Хотя, скорее всего, все его друзья в курсе этого. И, судя по всему, это понадобилось им для того, чтобы обмануть нас, простых игроков, которые будут разгадывать эту тайну. И в итоге, ребята, мы пришли к этому ответу. На самом деле, мистера Козволл никто не похищал, на самом деле он жив и здоров. И все то, что происходит в нашем особняке, все это чистой воды постанова, это просто кукольный спектакль. Исходя из этого, можно предположить, что в нашей игре когда-нибудь появится персонаж мистера и миссис Козволл. Это будет очень прикольно. Мне кажется, это будет прям максимально сюжетный персонаж, о котором просто, ну, каждый скажет, что это топ. В общем, напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Потому что, ну, все улики просто указывают на то, что это все постанова. Напиши, какую карту ты ожидаешь в игре. Напиши, какой новый режим ты думаешь появится в игре. Ну и, конечно же, ребята, настало время подвести итоги на розыгрыш 20 золотых пропусков. Напомню, что все, что вам нужно было, это под видео с розыгрышем. Просто нажать на лайк, быть подписанным на мой канал и написать любой комментарий внизу с вашим игровым ID. Вот и все. Итоги на мои 10 пропусков, ребята, вы сейчас видите на экране. Итоги на вторые 10 пропусков находятся на канале Магнифисента, ссылку на которого я оставлю в описании. Потому как мы делали с ним этот розыгрыш вместе. Я отдал свои 10 пропусков, он отдал свои 10 пропусков. Таким образом, у нас получилось 20. То есть, проще говоря, мы сделали этот розыгрыш вместе на своих каналах. Поэтому 10 остальных пропусков вы можете увидеть итоги на его канале в его сегодняшнем видосе. Также, ребята, хочу порадовать вас новостью, что в нашем дискорд сервере мы открыли конкурсы каждую неделю на 240 алмазов. Просто нужно зайти в раздел розыгрыш в нашем дискорд сервере, ссылку на который я оставил, конечно же, в описании. И просто лайкнуть эту запись, которая там будет с розыгрышем. Все. Каждую неделю, ребята, у вас будет шанс выиграть 240 алмазов. Если вы хотите, чтобы точно то же самое было в группе ВКонтакте и в моем Телеграм-канале, также пишите комментарии, хотим розыгрыш и в ВК, и в Телеграме. Потому что я понимаю, что не у всех подписчиков есть Инстаграм, не у всех ребят есть Контакт, не у всех ребят есть возможность скачать и установить дискорд. Поэтому им и остается только участвовать на Ютубе. Но, ребята, я хочу дать вам больше возможностей получить эти бесплатные алмазы. Потому что, как вы видите, мой баланс не пополняется какое-то время. Потому что все розыгрыши я провожу для вас. Соответственно, себе алмазов я не оставляю. Потому что, ну, мне кажется, что лучше отдать их своим подписчикам, которые поддерживают меня как автора уже больше года с этой игрой про подозреваемых. Я действительно очень благодарен всем своим подписчикам, которые смотрят мои видео, которым интересно реально, и которые следят за всем, что происходит на этом канале. В общем, пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Ну и, конечно, если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.